Здравствуйте, уважаемые подписчики! Приветствует Вас ветеринарный врач. Меня зовут Бухтаярова Анастасия. Ветеринарная клиника Лямур, город Новосибирск. Сегодня хотелось бы записать небольшой ролик про обработку от внутренних и наружных паразитов для кошек домашних, для своего любимого питомника Пикси Хаус. Чтобы Вы пользовались этим руководством, может быть какие-то вопросы, наболевшие, разрешим. Итак, хотелось бы нарисовать небольшую картинку. Ваше домашнее кошку. Очень схематично. И разграничим внутренних и наружных паразитов. Снаружи у кошки могут быть клещи, блохи, вши, власоеды. То есть те, кто нападает на кошку снаружи. Также внутри у кошки могут быть гельминты. Это глисты по-другому. В желудочно-кишечном тракте конкретных гельминтов может быть порядка 10%. В среднем, если мы так разграничим. Но есть у нас еще кровь, сосуды, которые пронизывают все тело кошечки. Так, в общем, кровотоки личинок, то есть еще, так скажем, развивающихся гельминтов, около 90%. Поэтому нам важно предлагать такие средства для дегельминтизации, которые бы убивали не только гельминтов в просвете кишечника, но и все их личинки в системном кровотоке. Листогонить домашнюю кошку рекомендовано раз в квартал. Для дегельминтизации могу предложить два средства на выбор. Первый – это препарат Profender в виде капель на холку. То есть препарат, который вы будете наносить кошечке на поверхность кожи. Вот сюда. Обычно это область холки, там, где кошка не может повернуться и слезать этот препарат. Если кошка слизывает, ничего страшного не происходит, кроме того, что на горький вкус может быть некоторое время слюнотечения, но пациент не отравится. Вот такие вот препаратчики, они дозируются по весу. То есть разрешено котятам и кошкам от полукилограмма и до 8 килограммов веса. Если котик больше 8 килограммов, то мы пипетки эти можем совмещать, суммировать их и тогда уже применять. Препарат Profender наносится кошке на холку. И через кожу будет всасываться в кровь и вытравит, убьет все личинки и в общем кровотоке, и в кишечнике. Раз в квартал, то есть раз в 3 месяца эту процедуру делать достаточно. Препарат второго выбора, который мы могли бы предложить, это Milbimax. Это таблетки, которые кошке нужно будет давать внутрь. То есть также раз в 3 месяца кошку глистоконит. Либо один, либо другой препарат нужно будет выбрать. То есть в принципе рекомендую в первую очередь Profender, потому что он захватывает 100% всех личинок, которые могут быть в организме. У Milbimax тоже очень хорошая эффективность, но чуть ниже, чем у Profender. Поэтому приобретать лучше Profender, если его нет, то заменять Milbimax без проблем. По этим препаратам были проведены исследования? Да, почему я рекомендую именно их? Ведь в зоомагазинах огромное множество предлагают суспензии, таблетки от гельминтов. Как ветеринарный врач могу предложить только те препараты, которые могут предоставить нам исследования на животных. То есть какие-то экспериментальные опыты, которые проводились, что этот препарат как безопасен, так и высокоэффективен. Кроме этих препаратов я не могу предложить какую-то альтернативу. То есть все, что вы покупаете по более низким ценам, либо как предлагают продавцы-аналоги, нужно помнить, что исследований должных не проводилось. А вот есть такой вопрос. Кошечкам, которые сидят дома, никуда не ходят. Или к кошечкам, которые ходят и гуляют. Все равно нужно применять этот препарат? Да, все равно нужно глистогонить, потому что вспомним, откуда могут взяться паразиты. Первый путь это сырое мясо и рыба. То есть если вы угощаете купленными продуктами сырыми, охлажденными, то есть не проваренными, не глубоко промороженными, даже какой-то маленький кусочек, который кошка может съесть, она может заразиться. Второй вариант, кошка, которая сидит дома, не ест ничего сырого, пусть это будет только какой-то корм из пакета, который изначально не заражен гельминтами, это блохи, второй источник. То есть если кошка не обработала блох, блохи с подъезда проникают на нашего питомца, и кошка очень ловко эту блошку съедает. При поедании блох кошка заражается гельминтами. То есть если мы не даем сырое, если кошка обработана от блох, то путей передачи, конечно, гельминтов меньше, но все равно профилактический курс остается такой же раз в квартал, 4 раза в год. Вот, поэтому по внутренним паразитам разобрались. Следующий – это обработка от блох. От блох, точнее от наружных паразитов. Вспомним, какие они могут быть. Это могут быть клещи. Клещи могут быть, которые живут на коже. Это демодекоз, аркоптоз, заболевания, которые они могут вызывать. Есть еще клещи, которые живут в ушах у кошек. Ушной клещ. Тоже можно подцепить, в принципе, хоть там с коврика, с улицы, с дачи, с каких-то выколов, прогулок с кошками. Поэтому препараты будут по своему составу делиться. Рассмотрим вариант кошки, которая выезжает на дачу. То есть живет и ходит по участку. Значит, ей опасны все наружные паразиты. Блохи, вши, блосоеды и клещи. Клещи всех видов. Для владельца опасные ксодовые клещи, которые могут вызывать у человека опасные заболевания. В данном случае мы можем предложить препарат Бровекта. Это тоже капли на холку. По своему действию они эффективны 12 недель. То есть практически 3 месяца. На сезон двух обработок обычно хватает. То есть с мая по сентябрь, когда вы уезжаете на дачу, таким препаратом нужно обрабатывать. Они тоже по весовой категории различаются. Очень удобно подобрать нужный вес. Вот от 1,2 кг получается совсем маленькая кошечка. И есть еще больше дозировки препаратов. Просто нет наличия, чтобы показать. То есть подбираете, наносите на кошку. Особенность всех капель на холку. Пациент должен быть не купленный хотя бы 5 дней. То есть если вы кошку помыли, шампунем искупали, нужно выждать хотя бы 5 дней, чтобы липидный слой у кожи опять утолшился. Потому что препарат действует таким образом. Если в отношении профендера мы нанесли капли, и они впитались в кожу дальше, в кровоток, на этом все. Вот рассмотрим теперь вариант кожи. Здесь у нас растут волосочки. И вы наносите препарат в виде капель на холку. Там существует 2 компонента. Один это яд, который будет воздействовать на паразита. И ликвидировать его. Второй это препарат, который разносит это все по всей поверхности тела. Так вот, разносчик будет заполнять все волосяные фолликулы на поверхности кошки. Если кошка выкупанная, липидный слой истончен, то соответственно распределение ухудшится. И мы не можем гарантировать, ну, 100% эффективность, что где-то на хвостике, на ушках тоже будет достаточная обработка. Не опасно то, что яд? Нет, яд этот опасен только для членистоногих. То есть обладает парализующим действием на них. А для макроорганизма, для кошки это не опасно. Есть, конечно, индивидуальные реакции. Лучше, конечно, наблюдать. И когда новый препарат используете, все себе отмечаете, советоваться специалистам вдруг что-то забеспокоит. Но нет, кошка может вылизываться спокойно, никак это тоже ей не грозит. Поэтому 12 недель она будет защищена. Это вариант, когда кошечка живет на даче. И опасность есть, что она может на себе принести клещей, иксодовый, которые опасны для владельца. Второй вариант, когда кошка приезжает с дачи, иксодовые клещи ей не опасны, но нам нужно ее комплексно обработать. То есть у нас сохраняется риск клещей, которые могут жить на коже, вызывать у кошки воспалительные заболевания, клещей, которые могут жить в ушах. Блохи и вши, власоеды, они автоматически в этих препаратах уже тоже. Защита от них есть. Поэтому препарат Стронхолд является препаратом выбора при заражении именно отодектозом, либо блохами. Очень эффективен действующий. Отодектоз это то, что ушка, да? Да, отодектоз это ушная клещ. Поэтому препаратом выбора после того, как кошка возвращается с каких-то походов, прогулок, выездов, это Стронхолд. Это тоже пипеточки? Да, тоже пипеточки, везде указано на коробочках, как нужно обрабатывать. Раздвигаем шерсть, наносим препарат. Желательно, что место так до кошки не достанет. Ну, если все-таки что-то как-то просочилось мимо, то нужно будет уделить ей внимание и приглядеть на тот период, когда препарат впитывается. Вот, поэтому кошки, которые живут летом на даче, кошки, которые приехали с дачи. То есть постепенно спектр действия у этих капель уменьшается. Кошки, которые, например, зимний период рассмотрим, когда никто не ездит на дачу, с кошкой никто не гуляет. Она обработана у нас от всех видов клещей кожных и ушных. И, в принципе, здорово. Но блохи будут всю зиму в подъездах греться и атаковать вашу кошку. На пациенте даже мы можем этих блох не видеть, потому что кошка очень ловко за несколько секунд ложку будет себя ловить и съедать. Тем самым опять заражаясь гельминтами и будет возрастать необходимость в дегельминтизации. Препарат Адвантыч. Он действует только от блох, их личинок и вшей. То есть у него такой более уже узкий спектр действия, чем у броверта, чем у струнхолда. Он от клещей защищать не будет. Пипетки делятся по весу. Здесь все просто. Кошка до 4 кг, кошка более 4 кг. И тоже есть пипеточки. Пипетка действует 4 недели. Также мы ее наносим кошке на холку. Также пациента не купаем 5 дней. После того, как вы обработали, через сутки вы можете ее всегда искупать. То есть любые капли на холку нанесенные за течение суток они распределяются по липидному слою. И дальше кошку можно купать. Поэтому каждые 4 недели, весь зимний период, когда кошка не выходит из дома, с сентября по май, допустим, если вы летом выезжаете за город, она должна быть обработана каплями Адванты. Это самый такой простой вариант. То есть варианта не обрабатывать от блох в принципе нет. В нашем климате, в нашем регионе, как и в соседних, блохи очень сильно атакуют. Чем блохи опасны для кошки, кроме того, что она будет заражаться гельминтами? Блохи могут быть заразны и переносить через кровь кровепаразитов для кошки, которые питаются эритроцитами, это клетки крови, которые доставляют кислород всем тканям. И, соответственно, кошка, не имея никаких кровотечений, будет терять количество крови, клеток крови, и у нее будет понижаться гемоглобин, она начнет бледнить, начнется какая-то шаткая походка, и вы можете это дома наблюдать. То есть при том, что ничего не происходило, и за пределы квартиры она не выходила. Она не была обработана плохо, и блоха досталась ей заразная. Вот, в принципе, это очень рискованно, очень опасно. Лечение проблематичное, потому что частенько приходится переливать кровь пациенту. А найти донора для кошки очень тяжело, потому что вес должен быть приличный. И чаще всего какие-то кошки соседские, которые живут на доме, просто не подходят. Вот по основным препаратам. Еще есть такой нюанс, когда нужно обрабатывать квартиру. Очень хороший спрей-парастоп, которым мы в том числе обрабатываем клинику ежемесячную. Флаконы подходят на 60 квадратных метров, вот это здесь указано. Может быть в сезон, может быть, когда вы видите этих блох, которые начинают прыгать, либо когда травят блох в подвалах, и они поднимаются по подъезду, нужно обработать квартиру. Защита будет на месяц. Берете баллон. Очень важны меры предосторожности. Кошки, собаки, дети, если есть дома беременные, пищевые продукты, все это должно быть ликвидировано. Вы надеваете маску, и по всем проемам дверей, по всем лентусам, каким-то углам, щелям, если они есть, обрабатываете этим спреем. Закрываете окна и засекаете 3 часа. 3 часа нужно будет в этом помещении всех изолировать, да, вы же вышеперечислены. Потом приходите домой, нужно сделать максимальное проветривание, хотя бы минут на 15, и всех возвращаете, питомцев, детей, продукты, все в квартиру. Вот. Поэтому препарат Парастоп очень рекомендую. Особенно может быть в сезон, когда вот начинается у нас осень, весна, в какой-то межсезонье квартиру обрабатываем. И следить, чтобы питомец был обработан круглогодично от гельминтов и от лох. Вот, может быть, какие-то вопросы по этому. Ну, если какие-то вопросы возникнут, мы переадресуем специалистам. Да, мы ответим с удовольствием, поэтому все спрашиваем. Очень важно, чтобы вы были в этом осведомлены и разбирались. Всего хорошего, будьте здоровы! Продолжение следует...